Илья Шульгин заставил дорожников бросить все силы на вывоз снега и они говорят, что бросили, а за плохой прошлогодний ремонт дворов собрался увольнять подчиненных. Что происходит с настроением Ильи Шульгина? Подробности далее. Наш эфир продолжает рубрика короткой строкой. Илья Шульгин поручил дорожникам направить все силы на вывоз снега. Сегодня в городадминистрации подрядчики отчитались о том, что на улицах города после снегопада работает почти 150 единиц спецтехники. Но глава городадминистрации сказал, что этого явно недостаточно. По поручению Шульгина в ближайшее время дорожники должны расширить все зауженные дороги, почистить тротуары и вывезти весь снег. За плохой ремонт дворов чиновников будут увольнять. Речь идет о прошлогодних работах по федеральной программе. Тогда все без исключения подрядчики сорвали сроки и допускали нарушения при ремонте дворовых территорий. В результате выделенные 31 миллион рублей пришлось вернуть обратно в федеральный бюджет. Илья Шульгин пригрозил всем ответственным увольнением. Добавим, что над реализацией проекта работала целая команда чиновников. На перекрестке улиц Московской и Солнечной может появиться круговое движение. Руководство нового торгового центра в этом районе таким образом планирует разгрузить движение и избавиться от пробок. Для того, чтобы определить, насколько будет целесообразно строительство кольца, объявлен тендер. Подрядчик станет известен в феврале. Стоит сказать, что жители города регулярно жалуются на большие пробки в районе перекрестка Московской и Солнечной. Что будут делать с трамплином на филейке, спросят у общественности. Илья Шульгин собирается провести совещание с представителями общественности, спорта и отраслевых органов. На нем обсудят дальнейшую судьбу трамплина, который Городская дума ранее планировала снести. На это понадобится 10 миллионов рублей. При этом комплекс для соревнований хотят построить заново. А на это понадобится уже 650 миллионов рублей.